Приветствую всех! В этом видео мы разберем и рассмотрим такой инструмент как прогреватор, методы его использования и все его основные особенности. Итак, прогреватор или веб-эмулятор является механизмом автоматизации таких действий как случайного скроллинга, кликов по случайным элементам страницы и набитие кук. В каких целях его можно использовать? Практически в любых. Почти любой сайт анализирует каждого его посетителя, как на различные поведенческие особенности. То есть какой целью пользователь зашел на этот сайт, что он делает на этом сайте, как долго он его использует и так далее. Так и на браузерные особенности. Если со вторым, при правильной настройке, сфера справляется по умолчанию, то первая характеристика требует специального подхода. Но как же достигнуть этого подхода, потратив при этом минимально силу? Именно в этих целях и был создан такой инструмент, способный автоматизировать рутинные действия эмуляции реального посетителя сайта. Например, он каждый раз уникально скроллит заданную страницу, переходит по совершенно случайным ссылкам на странице, тем самым набивая куки и позволяя сайту видеть вашу активность. Думаю, мы разобрались с тем, чем является прогреватор. А теперь давайте перейдем к его настройке. После того, как вы запустили сессию, нажмите по открытой вкладке правой кнопкой мыши. Далее нажимаем на Run Web Emulator. Перед нами откроется окно настройки прогреватора. В поле Max Visited Pages мы выставляем максимальное количество посещаемых страниц на одном сайте, то есть сколько раз будет автоматически нажаты случайные кнопки на сайте. Далее в поле Max Time On Page можно выставить максимальное время эмуляции действий на одной странице сайта, в минутах. То есть этот показатель позволяет настроить, с какой частотой случайные кнопки на странице будут нажиматься. Start Delay позволяет вам отложить эмуляцию на указанное время. Если же вы хотите, чтобы эмуляция началась сразу, то выставляйте на 0. Далее указываем перечень сайтов для посещения прогреватором. В моем случае это Facebook и Яндекс, но ограничений по сайтам нет и вы можете указать совершенно любые. Далее кнопка Enable Alert After Completion показывает вам уведомления после завершения работы, а Disable Popups позволяет отключить появление попапов, что бывает полезно, если сайт переполнен рекламой. Теперь после настройки нажимаем на Start и веб-эмулятор начнет работать за вас. За время работы прогреватором можете заварить себе чай, сделать кофе или посмотреть какой-нибудь фильм. Ведь сфера позволяет автоматизировать эту часть работы. Надеюсь, я помог вам разобраться с этой функцией. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, можете задать их в комментариях. Также в описании есть промокод на скидку в 10%, поэтому можете его использовать, чтобы поддержать этот канал, ну или просто получить скидку. Подписывайтесь. На канале будет еще много интересных видео по сфере. И развивайтесь.